что это за передача идеальный ремонт прошел к нашему шалашу мне нужны идеи жить по-королевски абсолютно не интересует что вы здесь у нас есть пистолет да здравствует идеальный ремонт мы снова в санкт-петербурге решили навестить наших героев и посмотреть как живут сделанные нами интерьеры и так программа идеальный ремонт два года спустя алиса фрэндлих михаил боярский и людмила сенчина большие перемены в жизни людмила сенчиной я теперь не ступить ни шагу не влево вправо не могу собирается ли михаил боярский переехать в москву я здесь есть угол мой собственный родной почему алиса фрэндлих переживает за внука такой насыпный умеремный смотрите прямо сейчас здравствуйте здрасте 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 мы приехали проведать как поживает любит ровно как интерьер наш как вообще все у вас происходит замечательный домик замечательный интерьер очень любит люди людочка так а сама-то она где она в доме вот а это который сын построил сын построил да ну что туда о привет еще и собака прекрасная и тоже любит сниматься для первого канала значит она в домике а здесь и интерьер как так все как как было так ничего ничего так зайду посмотрю а потом пойду клюнуть ремонт на даче людмилы сенчиной мы делали два года назад в доме площадью 35 квадратных метров нам удалось обустроить спальню гостиную кухню и ванну дизайнер предложила проект в серо-голубых тонах получился типичный русский интерьер но с некоторыми чертами скандинавского деревянного дома для пригорода санкт-петербурга это было очень органичное решение кухонную мойку мы расположили у окна стены украсили фотографиями финского залива диван обитый бежевым бархатом напомнила русской усадьбе 19 века в русском стиле и кружевное покрывало в спальне такой интерьер людмиле сенчиной понравился ну как можно было из такого вообще теремочка сделать дворец дворец реально боже какая красота красотища красотища за два года этот домик совсем не изменился а вот на участке произошли грандиозные перемены хозяева провели ландшафтной работы и главное построили большой новый дом вообще как все изменилось два года нас не было я помню что это был глиняный пустырь здесь вот только стоял этот маленький домик а вместо вот дома который сын строил в смысле в тот момент были просто по моему фундамент и пара стен буквально ну сегодня новые технологии интересные и очень правильные мне кажется теплый хороший дом нет вы молодцы что такой дом построили за два года весь поселок вокруг вырос вот ничего не было было поле а наш теперь этот домик просто мемориальный вот стоит как мемориале как музей как музей практически и ничего не изменилось но давайте пойдем навестим любил петровну днем петровна я знала с детства это был мой кумир помню как мы приезжали так тогдашний еще ленинград с большим детским хором конечно дети просто открыв рот смотрели на всех этих людей я совершенно вообще просто сходила с ума от каждого звука вообще голоса людмила петровна и вот для меня это был просто эталон того как нужно правильно красиво петь хоть поверьте хоть проверьте вчера приснилось мне будто принц за мной принчался на серебряном коне собачка у вас потрясающе сидит о боже мой к это звезды падают с неба называется откуда вот когда я приезжал два года назад у вас не было этой собаки не было этой собаки я с ней познакомилась три года назад на стадионе прогулки для мациона перед сном и ко мне выкатилась маленькая такая девочка собакой за ней ну чтоб не соврать пять раз щенков и последний он бежал и они в снегу такие вот такие вот такого размера были пришел такой как комар вообще а сейчас он все уверенно в себе собака очень-очень сильно обаятельно от взмаха руки он приседал и отскакивал он всего боялся а сейчас уже нет он мыши торчат не было хозяина не было людей которые его любят то есть я никогда не ожидала что беспородная собака вообще не ну просто совсем по виду и по происхождению такое обаяние столько вообще он дарит сейчас позитива и радости так он красавец но единственно что я из-за него из-за него не смогла воспринять как следует маленьком доме потому что мы гуляли я здорово потянула связку на ногах я теперь не ступить ни шагу не влево вправо не могу благодаря этому прекрасному замечательному ты чужие бене ты чуж не уследил за за мамой не уследил вы были по моему маленьком доме я была и удивилась что там ничего не изменилось по какие-то там мелкие появились вещи платье ну как не поменялось самое любимое место отдыха днем вот когда хочется положить спину и немножко от порешать кроссворды посмотреть немножко телевизор и заснуть под это то это только там у меня получается больше нигде люся настолько прекрасная певица что конечно не певческое дарование оно сильнее любого другого сильнее драматического сильнее актерского и поэтому не петь она не может и все равно чтобы она не делала будь она театральная актриса и будь она актриса и кино будь она балетная актриса она все равно бы пела потому что поет она изумляет там для меня горит очаг как вечный знак забытых истин мне до него последний шаг и этот шаг длиннее жизни а расскажите пожалуйста что за два года еще произошло в вашей жизни какой-то был тихий мирный период я бы чисто честно говоря хотела бы чтобы он длился как бы немножко подольше этот мирный замечательный период у меня был бенефис который так сказать касался моего юбилея прямо ну я не знаю был очень хороший концерт просто вот когда не то что не очень хочешь а когда вот пересиливай что-то вот такое потом когда ты наконец как шампанского пробка вот так вот все это и все это вот произошло уже потом нужно было хорошо мне снится сон мой школьный друг уже в который раз что мы с тобою входим в круг где все танцуют вайс самые любимые мои концерты это корпоратив ты приходишь в гости к людям которые тебя заказали скажем так да скажем которые хотели чтобы были именно и когда ты видишь что там несмотря ни на обилие закусок и всего когда люди вот именно вот так смотрят зале понятно это одно это и кота единение люди готовились люди шли это было к это прелюдия фойе а там все портреты на силу что-то было а в корпоратив ты выход люди сядут за столом и самое большое это просто орден на груди когда они замирают и все это так вот слушают для меня то вот я не знаю почему то вот последнее время самый какой-то большой подарок правда правда ледяну петровну я знаю давно у нее совершенно замечательный голос такой вот не знаю мне кажется он не меняется с годами становится только лучше как колокольчик голос специфический но действительно узнаваем и он уникален поэтому я считаю что ее место на эстраде незыблемо но всегда это здорово чтобы не случилось вспоминай меня я люблю тебя я тебя жду а вы кашка все на страже спокойствие людмила петровна и вообще это самое главное моя функция он вкуснее сделает что-нибудь чем я это правда это правда вот сварить что-нибудь это будет вкусно я же стану на чистой плите без единого пятнышка прекрасными всеми полотенчиками кругом и сварю то что есть невозможно и сейчас будет рокировка сейчас будет нестандартные подарки вам с учетом того что сейчас она рассказала достается изумительного качества посуда элегантная вот она теперь стоит на плите мы уже поставили с антипригарным покрытием а вам камин очень хороший электрический у которого есть три функции во первых он просто красиво имитирует пламя светит это как видно что как будто горят дрова от него идет тепло если внизу налить в емкость воду то он еще работает как увлажнитель и освежитель воздуха такой последний штрих к этому маленькому симпатичен платить симпатичному жилищу который вот так быстро но тем не менее сделали как раз все спрашивают про него меня все про него спрашивают слушай а почему такой маленький до сюжет каскак они сделали слушай как они сделают такой еще и прям вообще и все кто приходит мы когда видели казалось что здесь вообще какой-то хоромы а здесь такой это очень маленький дубик это татьяна шаблак наш дизайнера замечательно все придумала выздоравливайте не болейте берегите себя и мы ждем ваших новых концертов спасибо 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 дали в идеальном ремонте о какая у вас можно сказать доска почета михаил воярский миша воярский это вообще бронус даже если бросился на кровать с ногами то чуть-чуть потом поправил и все сегодня идеальный ремонт отправился в гости мы приехали в санкт-петербург героем наших прошлых программ оказалось что людмила сенчина так вдохновилась ремонтом что построила еще один дом а нас ждут новые интересные встречи если исакиевский собор является безусловным символом санкт-петербурга то старейшая гостиница расположена здесь же на исакиевской площади может рассматриваться как образец благородного петербургского интерьера гостиница астория была построена по проекту архитектора федора лидвале он был ярким представителем стиля который в россии называется северный модерн этот стиль испытавший влияние финской и шведской архитектуры многим кажется слишком сдержанным и рациональным но это часть истории санкт-петербурга здравствуйте здравствуйте наташенька очень рада видеть вас какая чудесная петербургская интонация так приятно ее слышать я зашла к вам знаете подышать атмосферой старого петербурга полюбоваться на этот исторический интерьер ты понашли правильное место мы пытаемся вот сохранить тут чудесную атмосферу которая присутствует здесь открытие отеля наш отель открылся в 1912 году к празднованию 300-летия династии романовых тут были конечно и война была до период отеля как госпиталь для наших солдат офицеров ну а потом после войны опять стал отелем это по что с момента открытия здесь были члены царских династий королевских династий европы а какие еще гости останавливались вот за всю 100 лет не историю а можно вам покажу конечно список знаменитых гостей напоминает страницы из учебника истории 20 века шаляпин и дягилев соседствуют с ленином деникин и герберта уэлсом 30 лет назад в отеле была проведена полная реконструкция периодически обновляют отдельные залы но память о выдающихся постояльцах сохраняют довольно необычным образом смотрите галина уланова вертинский горький лгаков о я еще вижу высоцкий здесь жил андрей миронов изначально отель был был не для бедных людей как я вам уже говорила приурочен к чему было открытие отеля да я запомнил поэтому эти романы посмотрите на этажах номер а напротив был номер для прислуги для нянечек для служанок говернанток да и поэтому эти номера были так называют туристский класс просто с умывальничком во время этой реконструкции уже в конце 80-х естественно во всех номерах появились ванной комнаты было сделано они такие были маленькие что пришлось из двух номеров делать один да лидия извините на с кем вы мне поговорить по поводу интерьеров ой ну я считаю что только с вероникой смирновой нашим пиар-менеджером пожалуйста спасибо вам большое пойду рассматривать спасибо огромное вероника задаю вопросы про интерьеры вот это пространство очень стильные элегантные даже кажется что она в принципе таким и было нужно могло сохраниться сто лет здесь наверное делали какой-то ремонт но очень деликатно это гостиная ротонда это можно сказать сердце нашего отеля здесь действительно мало что изменилось поскольку вообще здание всего нашего отеля находится под охраной государства как памятник архитектуры отличный на самом деле мы очень рады поскольку за последние 100 лет отчасти благодаря этому многое сохранилось а что с номерами у нас стало больше номеров апартаментов президентских апартаментов царских апартаментов и как раз я думаю что лучше всего будет увидеть некоторые из них чтобы составить впечатление надо посмотреть пойдем посоветим покажу вам аж мы с вами находимся в абсолютно уникальном номере этот номер называется чайковский единственное что тогда этот номер был немножко меньше и там уже лет двадцать тридцать назад он был увеличен до четырех комнатных апартаментов но вот центральная гостиная в которой мы сейчас находимся она совершенно не изменилась по планировке по вот потолок с красивыми вот этими такими уголками и рисунком наверняка вы видели прекрасный фильм невероятные приключения итальянцев и россии вот сцены этого фильма снимались как раз в этом номере только интерьер был тогда другой был более современным а нас ждет встреча с еще одной легендой санкт-петербурга михаилом боярским два года назад мы переделывали его однокомнатную квартиру в центре города проект был строгий классический с гипсовой лепниной дубовым паркетом и бронзовой люстрой ремонт хозяину понравился но квартира все равно часто пустует михаил боярский теперь в петербурге редкий гость ведь он стал ведущим легендарного проекта первого канала минута славы если бы сбылась моя мечта детские мечты самые заветные и чтобы их осуществить иногда надо даже пешком под стол ходить в правильном направлении доброе утро доброе утро михаил сергеевич вот я приехала вас навестить посмотреть как вы живете в нашем ремонте покажете но здесь не ваш ремонт здесь вечный здесь уже давно все это да удивительно красивый так недалеко от моей квартиры вот здесь все петербуржцы с ладых ногтей ходят гулять сюда и ваш покорный слога тоже с удовольствием это же александровский сад да пройдем никона Васильевич Боголь горчаков Александр Михайлович прошу вас так мы вас встречаем михаил боярский миша боярский это вообще бренд это настоящий мужчина я уже не говорю о том что там есть интеллект и товарищество и дружба и надежность и трудолюбие вот ощущение любви который дарит там Михаил боярский есть то удивительный совершенно подарок и благодарность его за это девочка неужели вы думаете что я способен причинить вам зло да я у ее первых кто смелиться не надо успокойтесь и клянусь ни слова любви но встреча с вами невероятная это знак свыше он подсказывает мне что судьбам нашим сурдино скрестит а вот скажите с какого момента исакий стал прям вот символом Петербурга как его начали строить конечно его сразу обозвали чернильницы не хотели многие но это знаете как эфелеву башню в Париже тоже не хотели а теперь символ Парижа здесь как всегда и бывает сначала полное отрицание потом привыкание потом восхищение здесь очень часто гуляет команда зенит да особенно после выигрыша на спартаку всегда прохаживаются здесь обсуждают футбольные темы чинно прохаживаются не всегда так спокойно тренер стоит философствует ну что ж придется еще раз выиграть ребята погуляйте пока вы заслужили так и происходит не проигрываем пока ни одного матча ну и конечно наша знаменитая лошадь проживальского популяция которая сейчас так низка но мы возрождаем я лошадей очень люблю особенно лошадей проживальского одна вот здесь находится где она я не понимаю это там памятник что ли проживальского да но я же не знаю просто ну я же из москвы а вот там идет пётр первый из большого количества вот по олейке а почему ну а как тут боже и екатерина еще вот так сейчас вижу екатерина мне нужно одеть костюм д'артаньяна и тоже у меня пенсия будет повышенная мне кажется прибавка точно получится чтобы быть небольшая но на кусок хлеба всегда заработает я маршал франции д'артаньян мы представляем интересы королевы франции мы это мушкетеры атос портос арамис и д'артаньян вы когда идите по улице в этом городе который вас так хорошо знают и который вы знаете так прекрасно любите вас люди останавливают на на требует автографа как боярске нет очень похожи на этом мы прощаем я всегда предполагаю куда не нужно идти чтобы не было никаких эксцессов петербуржцы мне кажется люди деликатные наверное стараются не очень катный даже на стадионе никто ко мне не подходит они просто боятся во время боятся другие правила другие приоритеты вот сейчас если вы вошли нулево это же как раз не попадем ой ну я вас приглашаю спасибо спасибо вот так слушайте но и михал сергич у меня удивляется ничего не изменилось а что это значит даже не знаю что это значит что все меня устраивает и что наконец-то нет ничего лишнего никаких бумажек корзиночек бутылочек чашечек лорочек все аскетично ничего не нужно убивать но это хорошо это меня радует но только подушечки по моему вот эти две появились новенькие у нас таких не было но и хорошо хоть что-то хоть хоть что-то какая-то деталь добавил будильник появился тоже хорошо это меня радует весь мало кто спит потому что ко мне все реже и реже приезжают мои друзья московские но валя смирнинский здесь всегда хозяин да что вы расскажите правда он здесь приезжает приезжал и один приезжал но теперь он может это делать когда угодно поскольку у него есть ключи мое имение полностью сгорело вместе с винным погребом но дело даже не в этом просто мне кажется и я считаю что более всего этого кольца достоин д'артаньян маршал франции который к сожалению так и не успел насладиться своим триумфом а он вообще человек замечательный добрый с потрясающим юмором вот ну и у него много много очень хороших качеств и качества такие человеческие он потрясающий семьянин он очень любит свою семью я очень люблю у меня с ним очень вот в эти 36 лет у меня с ним потрясающие дружеские отношения вот так много в своей жизни снимались и снимаетесь в костюмных ролях в фильмах исторических у вас есть такая привычка к историческому костюму и поэтому вам может быть в отличие от многих других очень комфортно и вот эти вот обои с таким типа штофным рисунком золотистые занавеси такие дворцово-театрального стиля вот такая атмосфера слепнинная она как-то вам должна быть по характеру вам комфорт покоя ничто не раздражает это мне симпатично и ничего не нужно убирать даже если бросился на кровать с ногами то чуть-чуть потом поправил и все я рада что мы так как-то все это сделали для вас и вам в результате действительно душевно комфорт чем меньше человеку нужно тем лучше далее в идеальном ремонте а чем вы занимаетесь с внуком я изучаю вместе с ним русский язык я папу таким никогда не видел он стал просто в безумном сумасшедшим дедушкой вот так все спасибо сегодня специальный выпуск идеального ремонта мы приехали в санкт-петербург героем прошлых программ чтобы узнать как им живется в новых интерьерах оказалось что наш ремонт вдохновил людмилу сенчину на строительство большого дома а михаил боярский отдал ключи от квартиры своему другу валентину смирницкому разумеется к нашим героям мы приехали не с пустыми руками мы знаем что к михаилу боярскому часто приезжают гости из москвы так что еще одно спальное место не помешает мы решили подарить михал сергеевичу диван поставим его на кухне длина дивана 182 сантиметра он на стальных ножках и обид натуральной кожей диван раскладывается размер спального места 136 на 195 механизм трансформации называется французская раскладушка еще один подарок посуда с керамическим покрытием на ней можно готовить без масла наш сюрприз готов а в соседней комнате наташа борьбе решила выяснить в каких новых фильмах можно будет увидеть михаила боярского в 2017 году а расскажите кстати какие у вас творческие планы девочка снимаетесь что вы делаете я слежу за планами моих детей это основная работа помните на на дочке до сына супруги а в дальнейшем за судьбы моих внучек и внука это моя основная работа а чем вы занимаетесь с внуком вот все-таки мальчишка конечно это для деда это конечно всегда приятно супруга читает на английском языке книги я изучаю вместе с ним русский язык я на русском языке читаю поэтому я усовершенствую свой литературный русский на ярмарке тра-ла-ла-ла-ла стою у дверей тра-ла-ла-ла-ла-ла вернулась с подарками дверь откройте дверь откройте я папу таким никогда не видел он стал просто в безумном сумасшедшим дедушкой в хорошем смысле этого слова потому что он очень заботлив очень внимательны очень они с ним дружат они большие друзья то есть это не просто покровительство и главство а это действительно такая хорошая мужская дружба они интересны друг с другом а как часто вам приходится уезжать в москву на работу тут что вернулся час назад практически семья потихонечку к сожалению перебирается в москву . на два города живет максим только в москве сергей тоже уже работает пять дней в неделю в москве два дня в петербурге а супруга там где внуки все уж тут ничего не ждет но я сам и здесь у меня здесь есть угол вы же так любите этот город вы так о нем рассказываете я больше могу поедать в москву когда угодно кому угодно но жить я могу только в петербурге вот пока мы с вами разговаривали мы добавили кое-что очень как нам кажется полезное и эстетически приятное на кухню прошу да с удовольствием я вам покажу я вам кое-что сейчас покажу на кухне да спасибо михаил сергеевич вот сразу сюда посмотрите для начала мы решили разбавить некоторый мужской аскетизм этой кухни прекрасной посудой с антипригарным покрытием на которой можно делать чудесные блинчики и даже есть какие-то вот такие приспособления типа все это вот так вот как-то мазать там экономить подсолнечное масло это же сказка это просто сказка а вот теперь если не про посуду а про мебель вот так вот развернитесь туда так вот этот уголок для меня и сразу пошел и сразу пошел туда ну потому что это то о чем я мечтаю я вот люблю вот так опа прошу господа садитесь вот там коньяк сигары вот здесь будьте добры распоряжайтесь ведите себя как дома вот я прям чувствую вас эти вот эти манеры д'артаньяна и возьми себе в углу бутылку хорошего бургундского как-то все это просто чудесно с чудесно звучит михаил я с удовольствием смотрю все то что вы делаете когда это показывают по телевидению очень рада за вас и за вашу семью потому что я бесконечно уважаю я еще когда была школьницей очень любила ходить к вам в театр и смотрела как зритель ваши спектакли ваши супруги я очень радуюсь за ваших детей потому что они чудесно очень талантливые желаю хорошей жизни энергии света любви радости и много много еще работы потому что вы замечательный артист этот диван по идее должен был вам понравиться я рада что мы угадали это вообще-то если честно российское производство отечественное чуде без да наши партнеры абсолют цвет он попал он кожаный у него есть такая хорошая упругость за вот этих всех подушек потому что и сидеть удобно будет и спать удобно а почему спать это вы сейчас вот так вот на нем любви а на самом деле этот диван раскладывается и вот раскладывается вот до сих пор как спальное место гости там да я вам и здесь хозяин на кухне на страже и вы очень хорошо смотритесь на нем я только должен сменить костюм на удобный коричневый халат и хватит вичу боярского мы выбрали диван с кожаной обивкой она как-то соответствует ему характеру и интерьеру кухни а вообще о том как правильно выбрать обивку для дивана вы узнаете на сайте а ремонт точка тв вот так все пасибо программа идеальный ремонт санкт-петербурге здесь находится и кстати всегда находился старейший в россии легендарный фарфоровый завод там свято чтут свои традиции и всегда есть о чем рассказать завод был основан в 1744 году по указу императрицы елизаветы это было первое в россии и третье в европе фарфоровое предприятие екатерина вторая поставила перед ним амбициозную задачу удовольствовать всю россию фарфором и задача была выполнена пожилой в каждой российской семье есть посуда созданная на этом заводе последние годы большим спросом пользуется и так называемый интерьерный фарфор канделябры рамы для картины зеркал люстры и парадные вазы мы решили узнать как их делают здравствуйте нелли здравствуйте наташа как всегда интересно прийти к вам в мастерскую главного художника фарфорового завода у вас наверное самые крупные формы вы делаете да ну я да очень люблю монументальные вещи делать но перемешку и с каким-то средним а вот это самая большая большая форма она составная несколько частей первое это вот тулово кольцо вниз и еще немножко еще будет бронзовая подставка это что же вот для дворца для эрмитажа вы делаете ну да это формы и того времени 19 век мы восстановили и я решила почему бы не сделать какие-то современные интересные темы тем более животные цветы не всегда востребованы в интерьере вообще в 19 век эти вазы появились в эпоху александра третьего они делаются ли под малахит или еще под какой-то камень с фарс дворцовыми интерьерами с гренадерами или с цветами и с пейзажами такие роскошные интерьерные вазы были очень популярны и в начале двадцатого века но в советские времена их производство прекратилось да и трудно представить подобный дворцовый предмет скажем в коммунальной квартире делали только единичные экземпляры например в подарок сталину а вот сейчас на них есть спрос и пять лет назад производства монументальных форм восстановили сколько времени уходит на то чтобы ее сделать расписать сколько дней вы расписываете если художник он расписывает быстро потому что он делает что хочет а вот когда копия там немножко подольше бывает но вот этих львов я написал за два дня но вы знаете мы были бы очень рады если бы была возможность подарить замечательной нашей героине алисе бурном не френдлих крупную вазу с авторской росписью в интерьер который мы делали ей несколько лет назад уверена что на заводе есть такие вот не такого парадного типа но более скромные но тоже красивые да у нас есть классические вазы тоже напоминают кратер но небольшого размера вы нам подберете какую-нибудь одну для алисы бурный френд да обязательно а я тем временем хочу пройтись посмотреть все таки как это делается как вот можно такое произведение искусства сделать сегодня процесс изготовления фарфоровых изделий по-прежнему очень сложен технология практически не меняется с середины 18 века как и 300 лет назад здесь создают настоящие шедевры петербурженки великой русской актрисе алисе френдлих с благодарностью от старейшего фарфорового завода россии это ваза здравствуйте здравствуйте как вы поживаете пожелаю себе ничего мы приехали в петербург посмотреть как живут наши герои как поживать наши идеальные ремонты можно ли посмотреть вашу террасу к юбилею алисы френдлих мы делали ремонт на ее даче курортном поселке комарово мы пристроили к дому террасу площадью 60 квадратных метров благодаря современным технологиям свайный фундамент был установлен всего за один день часть крыши мы сделали из осветленного и закаленного стекла пол из натуральной лиственницы а еще мы провели ландшафтные работы создали живую изгородь посадили горные сосны в люстраду крыльца украсили кашпо с ампельными петуниями шалфеем и декоративными злаками а еще мы установили очаг провели электричество и повесили фонари алиса бруновна принимала работу вместе с дочерью варварой алиса брунов но здесь вот хватит места для всех гостей варе и для ваших это очень уютно очень уютно варя поставлено течко разно и потом идеальный ремонт должен делать идеальный а вы вообще часто приезжайте на дачу ну я как только есть свободное время конечно я сейчас же за варьку цепляюсь и мы едем какие у вас творческие планы над чем вы сейчас работаете не работает над тем чтобы не работать да мне почему-то так как-то вдруг такая пауза вот годовая пауза ничего не репетирует и мне это так понравилось звука я поняла что наверно так и надо слушать свой организм это он говорит немножечко стоп и я подчиняюсь а что вы делаете почитайте книги ходите музея читаю книги смотрю спектакль смотрю фильмы хожу музеи а потом мне сейчас не так много сил чтобы всюду поспевать меня как-то день так быстро проскакивает я уж не говорю про голода которые я бы хотела встретиться с моими друзьями старыми давними друзьями атосом портосом арамисом и дартаньяном но не знаю где они и не знаю как их отыскать она замечательная актриса она потрясающая женщина она ее женское обаяние его как сказать шарм не необыкновенный это просто непередаваемые вещи алиса бурна а что с кинематографом ничего сейчас не связано сейчас нет никаких съемок и есть люди у вас нет нет во первых еще не вышел фильм которым я снималась валерия тудоровского почти год назад как дела у варе как у внука все трудятся сейчас внука представить тот уже закончился свой продюсерский факультет этого никита сейчас на подходе как раз одна из его пример тоже первую он успешно с моей точки зрения выпустил еще весной где-то это в июне было иллюзии по пьесе варапаевый спектакль прошел и сейчас они уже его вторично сыграли а вот новый проект который он затеял что такой насытный неуемный еще от одного не отрыхнулся уже за второй схватился и мюзикл наверное будет что-то симпатичное не знаю но мы все столпились вокруг него и все за него переживаем и помогаем как можно вот сейчас у него такой период если он готовится к постановке и вообще к спектаклю понятно что мы не до чего а вот когда летом раньше вы собирались все там на даче на террасе мы собирались мы на террасе ему шикарный день рождения сотворили было красиво варька украсила алиса бруновна она удивительная женщина удивительный совершенно человек я не говорю уже о профессии просто великая наша актриса я думаю что это очень такой редкий бриллиант который существует среди нас которая живет в городе санкт-петербурге и когда я говорю слово ленинград или сейчас уже я говорю слово санкт-петербург для меня это алиса бруновна и я очень люблю этого человека очень дорожу нашим знакомством и мне хочется пожелать ей сил здоровья и долгих-долгих лет жизни сегодня мы приехали в санкт-петербург героем наших прошлых программ людмила сенчина показала свой новый дом и познакомила с новыми членами семьи михаил боярский признался что квартиру в которой мы делали ремонт очень полюбили его друзья прежде чем отправиться к алисе френды наташа борьбе заехала на парфоровый завод и узнала как делают идеальные базы и снова здравствуйте от эти варя как приятно снова здесь оказаться все ли хорошо было ли все отлично по экзюперии вы навсегда в ответе за тех кого приручили да поэтому вы отсматриваете смотрим все сохранилось лишь то ли день ничего не не попортили какие-то что слышно раз приятно сказать спасибо потому что и мы и друзья наши с таким удовольствием здесь проводит время все кто приезжает все заходит как здорово как классно как как уютно и сколько же народа здесь вот собирается на этой террасе в лучшие моменты когда когда-то разума но человек 15 15 да правда 15 человек ну ну конечно у вас же достаточно и стульев и и стол большой и готовите ли вы я как правило подготавливаю все марину мужики все что связано с огнем на улице я доверяю кому-нибудь из мужчин тоже правильно тоже правильно но знаете что я приехала не с пустыми руками я с подарочками но если вы позволите я их вручу не на террасе а в доме спасибо большое проходите дорогая олесечка любимая знаешь как я тебя люблю самого начала когда в общем мы с тобой обе только-только начинали свою жизнь в театре я видела тебя в спектакле когда ты была еще совсем совсем юная и только появившиеся на сцене даже такой спектакле как время любить и я была бесконечно счастлива когда мы вместе встретились и не стали играть в служебном романе до свидания товарищи до свидания до свидания до свидания до свидания товарищ новосельцев анатолий ефремович вернись всего хорошего вас проводить я думаю не стоит услышав что у вас бывает много гостей большие вечеринки на этой террасе да и вообще знаю что вы люди очень гостеприимные мы решили подарить вам посуду парочка вы оцените спасибо это крайне полезная посуда с антипригарным покрытием в которой можно готовить вот целый комплект можно посмотреть обязательно практически без масла все как это теперь модно полезно и не жареная в общем посуда такая которая комфортно готовить и наверное понравится и вам всем и и гостям это первый подарок другой подарок зелененький твой любимый цвет правда я сейчас буду наряжаться под посуду нет и раз уж зеленый цвет в общем совсем даже любимый и не чужой в этой семье тогда еще один прекрасный подарок подарок от наших друзей вы наверняка знаете это старейшее фарфоровое производство в россии которая всегда была расположена здесь в санкт-петербурге и такая прекрасная ваза тоже с зеленым цветом хороша да вы найдете место куда ее поставить может быть здесь на даче а может быть дома есть еще один подарок который для вашей городской квартиры варечка вы давно отвезете стоит вот там вот в углу я привезла то что называется мойка воздуха прибор он увлажняет и очищает воздух квартире через воду с ионами серебра в комнате где-то будет стоять будет как раз нормальная влажность которая вот вам будет очень хорошо я рада что вы нас не забываете это славно да еще и при таких подарками а леса дорогая вам большой привет из москвы и угадайте от кого от ливана и и А были ли здесь какие-то... Нет. Так, хорошо. Уже закончены с этим. А были ли здесь какие-то... Были. А, хорошо. А потом мы закончили с этим. Все ли в порядке, все ли там хорошо. Да? Ну вот, кроме Бог, других неприятностей у нас нет. Ты драчек какой-нибудь. А ты знаешь команды какие-нибудь? Дай лапу, дай лапу. Нет, лапа нет. А голос? Скажи, аф. Ну скажи, скажи, аф. И я... Давай, аф. Я надеюсь, нам удастся показать нашим зрителям, как это... Снимайте, и все, друг. Просто снимите и повесьте ее. Она не будет. Нет. Вниз опустите. Вниз. Да, все. Сейчас двери хлопнут. Гафур, блокируй тетку в розовом. Все, блокирнулась сама. Приятно убедиться, что сделанные нами интерьеры по-прежнему радуют хороших и знаменитых людей. И я с легким сердцем возвращаюсь из прекрасного Санкт-Петербурга в Москву. Приступаем к работе над новыми проектами. Редактор субтитров А.Семкин